Мы от Национального Корпуса. Мы единственные люди, которые заботимся о народе Украины. Сейчас тяжелая жизнь, но мы находим силы дарить людям добро и призываем к этому все народы и население. Несмотря на войну, мы будем дарить людям добро. Сегодня героем нашего сюжета стал ветеран АТО Виктор. Это потрясающий человек. Познакомил нас со своей историей. Рассказал себе о том, что его заставило взять в руки оружие и отправиться защищать нашу родину. Как вы попали в АТО? Ну, наверное, был патриотом. Но я остаюсь патриотом, потому что, вы знаете, я вырос... Я довольно старый человек, я 56-го года. Я в АТО попал 58 лет. И я когда был маленьким... Ну, вот я помню 20-летие Победы. Это был 65-й год. Мне было 9 лет. И вот ходили... Ну, вот мой отец своего, он 26-го года. Это 26-й год. Он последний год, который был официально призван на Вторую мировую войну. И ходили мужики моложе меня, тогда они были. Ну, было вот отцу, было в 65-м году, 39 лет. Ну, даже 40 лет не было. И, ну, 80% здорового населения мужиков ходило с наградами. Мы воспитаны были на этом, на патриотизме. И вот я, будучи пацаном, там, смотрел эти фильмы. Да, пусть они были пропагандистские. Ну, вот, там, про Зою Космодемьянскую. Сейчас говорят, там, неправильно она. Ну, не будем это все. Понимаете? И вот я сам себе, как, задавал вопрос. А смог бы ты так? Выдержать пытки эти, пойти на смерть ради страны, ради людей каких-то. Понимаете, потом я вот в 14-м году, ну, работал в районе гидропарка. И наш же аэропорт, аэродром Хаза принимал борты, которые раненых доставляли прямо, ну, садились и в Харьковский госпиталь на культуры. Намного ближе, чем с аэропорта. И возили. Я пошел сначала в этот самый, в военкомат. Мне, ну, начали, типа, ты. Да ты уже старый, может, не нужно тебе. Ну, короче, как-то пытались меня, ну, отговорить, что ли. Потому что я, как понял, кто хочет идти добровольцем, те не сильно нужны. А нужны те, кто не хочет. Понимаете? Потому что воевать будут спустя рукава, стараться. Ну, потому что очень много, у нас очень много народу, который, ну, как сказать, держит топор за спину и готовы в любой момент его вонзить в спину. Зачем только? Ну, если тебе нравится Россия, езжай в Россию, шеви там. Нам нужно строить свою державу и будувати свою державу. Вот я пишу за мову, за державу, за все, за все, чтобы оно все было у нас гадно, чтобы оно было у нас все краще. Как раз получилось, познакомили меня с замкомандира батальона Айдар бункером этого Рожцова Александра. И он говорит, ну, что у тебя какие-то проблемы? Давай в Айдар. И я пошел в Айдар. Да, получилось. Сначала тоже, мол, ну, куда тебе, уже вроде бы как возраст. Но потом нашлось не место в разведывательном диверсионном подразделении. Да, я не был там кем-то великим. Я был водителем, который в группе разведывательный диверсионный. Ну, моя задача была вывести группу, прикрыть ее, выход. Потом встретить, прикрыть выход с той стороны. Да, это не та война, что, как вот показывают в фильмах, там, Первая мировая, Вторая мировая война, сплошные линные окопы. Можно перейти туда-сюда. Ну, тем не менее, все это настоящая война. Это не АТО. Это не то, что там террористы взорвали. Ну, и как так вот рассказывают, такие там смешные, какие-то прикольные. Ну, не было. Это война, это пот, грязь, слезы, сопли. Все это тяжелый, тяжелый физический труд. Понимаете? Если и спать приходилось и на земле, в этих карематах, на карематах, в спальниках, и на бетонном полу, вот на шахте Родина, с 2014 на 2015 год, мы вообще сначала спали, пока там что-то не придумали, из каких-то стеллажей типа кровати поделали. А спали на бетонном полу, карематы, папки бумажные подстелены. Все. Понимаете? Ну, как сказать так, будем говорить, ну, уже нас, как бы, такие Дебальцево, ну, на Луганщине было, когда я пришел в Айдар, уже более или менее как поспокойней. Ну, в таких Дебальцево и Лавайск я не принимал участия в таких битвах. Ну, были местные боестолкновения, были частые боестолкновения, и под обстрелы попадал, и так огневые контакты были. Ну, что тут, ну, нельзя про войну что-то такое рассказывать. Ну, конечно, были там и смешные случаи, когда без боев были, там, выходили, мы в Лисичанске стояли, сначала базировались, потом переехали туда ближе к новому Айдару. Ну, а так, ну, что, тяжело, тяжело, каждый день, там больше, будем говорить, даже и бывает психологически тяжело, потому что, ну, будем говорить, почти каждый день ты находишься в какой-то стрессовой ситуации, тебя могут поднять по тревоге, выбросить куда-то напередок, могут убить. Ну, тем не менее, как-то уже ты психологически готов, что можешь погибнуть, ну, это не так и страшно, просто как-то нужно настроиться, чтобы просто переходишь с одного мира в другой. Хочется надеяться, конечно, что там что-то есть, и ты, как говорил Высоцкий, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Ну, какие самые опасные моменты у Вас были в АТО? Ну, как сказать, ну, война, это сама по себе заключается опасность. Ну, самые опасные, ну, наверное, первый раз, когда попал под минометный обстрел. Ну, как, не опасные будем? Ну, главное, все, понимаете, ну, жизнь наша сама по себе опасная. Ты идешь, вот сколько зимой людей погибает, ну, пусть небольшое количество, ну, погибает, которые, там, сосулька с крыши упала, машину вынесла на тротуар и такую, понимаете. Ну, а война, чтоб, как опасно, ну, война, это и есть война, она сама по себе опасна для жизни. Понимаете, чтоб плену не был я там, ну, сказать, что там какой-то героический поступок, как Александр Матросов грудью дзот закрыл, не было. Да, неприятные моменты были, ну, не знаю, может, и страшно было, не хочу сказать, что там я бесстрашный и так далее, и тому подобное. Ну, извините, по крайней мере, в штаны не накладывал, и в задних не пас. Будем говорить так, что, ну, а самый опасный, ну, попадали под минометные обстрелы. Подграды, честно говорю, не попадали. Снайперами стреляли. Новая снайперская винтовка, сделанная из противотанкового оружия 14,5. Неприятно очень, когда стреляет, и летит пуля еще сзади, там, 10-15 сантиметров. Ну, это они больше психологически стреляли, хотя нас прикрывал телекон, и как таковое, ну, только можно было минами накрыть. Ну, это когда, ну, на месте постоянной дислокации, там уже на передке в золотом. Ну, вот, на слуху, увы, слышали ж золотое 4, золотое 4, где вот это переход. Вот мы как раз бы большую часть времени находились на золотом 4. Вот как раз уже за нулемым блокпостом, там, шахта Родина. Это уже как раз выезд из золотого, и за телеконом такой объезд, и начинается уже золотое 5-6. Это уже сепарский, ну, по прямой со стадиона, там, где-то, ну, 400-500 метров уже до них. И то, чтобы страна стала лучше. Ну, во-первых, вы знаете, вот сейчас начинается, слава богу, вот эти уроки мужества, патриотизм. Понимаете, у нас, ну, будем говорить, с 91-го года как-то страна существовала, как-то страна отдельно, народ отдельно, понимаете. Ну, очень мало патриотом не занимается. Вот сейчас даже посмотришь, тоже вражеское телевидение нужно смотреть, потому что знать, что думает враг. Понимаете, вот даже в тех же ДНР, ЛНР этих есть уроки мужества, им как-то прививают. А у нас же вообще ничего не делается, понимаете. У нас народ может только поговорить, хоть в фейсбуке, хоть это самое, но делать. Молодежь, вот вам как раз строить эту страну, и вам жить в этой стране. И от вас будет зависеть. Будет война в этой стране, не будет. Будете жить хорошо, или вас будут гнобить, как многие сейчас люди. А что я могу сделать, а что ты сделал для того, чтобы было лучше, понимаете. Вот, ну, вы не читали, была такая, ну, а как она и есть книжка, «Как закалялась сталь» Николай Островский. Ну, про Павку Корчагина, ну, это как она, это автобиографичная книга. И вот у него там есть хорошие слова, жизнь дается человеку один раз. И нужно ее прожить так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы. Да, если мы не будем, например, смотришь, там, два каких-то молодых, два каких-то отморозка в том же, там, троллейбусе, или где-то начинают к девушке приставать, там, или еще что-нибудь, понимаете. А народ просто проходит мимо, и это не касается, понимаете. Никто ничего не скажет. Та же женщина какая-то верещит где-то, не дай бог, водитель поедет на красный свет на светофоре. А сама же на следующем светофоре идет на красный сигнал светофора, понимаете. Нужно начинать с себя. И не молчать в тряпочку, а делать хотя бы. Я понимаю, что один может сделать одно, другой, другое, а третий, третий, понимаете. Но если мы все будем молчать, вот как сейчас, да, меня это бесит и до ужаса. И я пытаюсь и хочу собраться и влиться в такую, будем говорить, когорту, компанию. Но есть у нас уже этих айдаровцев, азовцев, ветеранов, понимаете, чтобы наводить порядки в стране, понимаете, чтобы в стране было не то, что олигархи, ты придумаешь, ну что не придумаешь, не посмотришь, все они законы под себя. Этот приняли закон о спецконфискации. Да, мне нехрен, у меня кроме удостоверения участника боевых действий, инвалида войны, у меня и отнимать то нечего, ну форма-то надо, понимаете. А людям, которых, будем говорить, могут отнять последнее. У олигархов не отнимут, почему ни Курченко, ни Януковича, ничего не конфисковали. И быстрее всего, что не будет, это ничего конфисковано. Понимаете, просто чтобы, извините меня, как-то люди сплоченнее стали и начали бороться за себя. За свои права, за свои это самое. Ну и еще, как сказать, чтобы были добрее. Вот я помню пацаном, у нас был Бобик ГАЗ-67, ну это военного производства, это первый советский внедорожник. И вот дорог как таковых не было, но водитель стоит, качает какой-то независимый частник или колесо. Все спрашивают, братуха, тебе помощь нужна. Ночью, днем останавливались. Да, время сейчас. Ну как-то нужно возвращаться, быть добрее, делать людям добро, и оно к тебе всегда вернется. После этой увлекательной беседы мы решили немного прогуляться. Виктор вспомнил о том времени, что провел на войне, о боевых товарищах, так и не вернувшихся домой. Наш сюжет подходит к концу. Свидетельствуйте за нашими выпусками, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok